Дорогие соотечественники! Дорогие, живем мы в удивительном крае, который называется Молдовой. Чем же он удивителен? Он удивителен тем, что он с покон веков находится на перекрестке исторических и географических изумительных, удивительных событий. Дорогие, находясь между тремя могучими цивилизационными плитами, западной, восточной и тюркской степной, этот край постоянно в течение веков был местом не только великих сражений этих трех могучих цивилизаций, но и места великого синтеза, великой встречи этих великих культур. Имена великих исторических деятелей связаны с нашей землею. Один из них – Григорий Потемкин, фаворит и могучий исполнитель воли Екатерины Великой. Сегодня у нас в гостях Виктор Цверкун, мой коллега, бывший посол, а послы бывшими не бывают, в Республике Турция, историк, замечательный автор многих замечательных произведений исторических, глубоко документированных, великолепно методологически обоснованных и очень интересных для чтения. Виктор Цверкун, приветствуем тебя на нашей авторской программе «Позиция». Значит, в прошлый раз мы коснулись судьбы такого выдающегося деятеля. Там речь у нас шла и о Дмитрии Карамтемире, прежде всего. Он интерес особый вызывает. Вот, речь шла и о Кападистре, я помню, ты кое-что тут рассказывал. И вот сейчас, недавно, значит, состоялась конференция, значит, посвящена она вот знаменитым событиям, в которых участвовал великий князь, как его называли, Потемкин-Таврический, да, который имеет самое непосредственное отношение к истории нашей Земли. И, кстати, и к истории нашей дальнейшей государственности. Это, можно сказать, человек-легенда, человек-связка между нашими русской и молдавской культурами. Скажи, пожалуйста, что явилось поводом для этой конференции? И кто в ней участвовал? В чем суть и знаменательность этого события? Для того, чтобы осветить этот вопрос, необходимо все-таки забежать несколько вглубь истории. История всегда начинается с предыстории. Совершенно верно. Дело в том, что в начале октября 1791 года по дороге из Яс в Херсон у села Родениеветь скончался светлещий клясть Российской империи и священной Римской империи Григорий Александрович Потемкин-Таврический. И вот на этом месте был установлен памятный знак. В этом году отмечается 225-летие со дня смерти этого выдающего политического, военного, административного деятеля российского государства. И есть у нас в Молдове такая организация, как ВЕЧИ, правозащитная организация. Совместно с учеными из Республики Молдова, учеными из Российской Федерации, при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Молдова, они организовали восстановление этого памятника, и он на прошлой неделе у села Родениеветь был открыт, торжественно открыт. Следом за открытием этого памятника была научная конференция, в которой принимали участие ученые из России, ученые из Молдовы, и обсуждали вопросы, связанные и с личностью Григория Александровича Потемкина Таврического, его политической деятельностью, и, естественно, его вклад в процесс освобождения Молдовы, да и не только Молдовы, от османского мобильника. Вообще все преддунайские государства. Совершенно верно. Именно эта конференция, она должна была послужить толчком для исследования, изучения деятельности этого выдающегося политика, государственника, не только как человека, как вы правильно отметили, реализовавшего планы, идеи, замыслы Екатерины Великой, но одновременно человека, который, неся в себе идеи православного единства, выступал в качестве защитника этих православных народов и в дунайских княжествах, и на Балканах. Человек, который на протяжении многих десятилетий был тесно связан с судьбой Молдавского и Валашского княжества. Не случайно, попав сюда в молодых летах в 1768 году, он добровольцем отправился на русско-турецкую войну, принимал активное участие в различных сражениях, баталиях, которые были на территории Молдавского княжества. В первую очередь, это Хатин, и за это он был произведен в чин генерал-майора. Затем последующие участия в Покшанах, допустим, они дали возможность его представить к одному из самых почетных наград к ордену святого Георгия Третьей степени. То есть, вот эта земля, которая для него явилась, по сути дела, землей притягательной. Скажем, началом его такой... Карьеры. Началом его карьеры. Давай так, чтобы немножко оживить повествование, чтобы не сложилось впечатление, что наш Григорий Потемкин, это весь в позументах, во славе, в величии. Это был живой мужик. Это был огромного роста красавец. Он, насколько мы все знаем, был бодигардом Екатерины Великой. Потом стал ее, как говорят, фаворитом. Человек безудержных страстей, человек очень решительный, очень хитрый, очень активный. И вот он из такого рубахи и рубаки парня потихоньку становится... Вот о чем это говорит. Ведь Екатерина, если мы обратим внимание, и она почти всех своих фаворитов пускала в дело. Вот таких бездельников, баллонок домашних у нее не было. Если мы вспомним, даже вот этого Хозе Дерибаса, знаменитая в Одессе улица Дерибаса, один из основателей, тоже был ее фаворитом. Тоже в этих краях геройствовал. Вот что в ее стиле было Екатерины? Ведь она же немка, она же не русская женщина. Она из каких-то захудалых там князьков германских. И она принимает православие. Она принимает православие. И вот эта женщина, значит, для России, вот не зря она великая. После Петра Великого, это, наверное, вторая по силе и помощи фигура в русской истории. Да и не только в русской, но и касается нас и нашей истории. Вот опиши, какие черты характера вот этого Гришки, Григория. Ему же выбили глаз этим кием билярным, ревнивым братьям Орловым. Давай говорить, как было. История, она интересна вживую. То есть, это был живой человек. Это не был какой-то там дьяк подьячий. О, не совсем так, Виктор. Он начинал свою карьеру именно как бодигард. Ну, нет. А с чего? Нет. Я начну с того, о чем ты сказала. Екатерина Великая, она сама Великая и других делала великими. В том числе, вот, или в созвездии этих выдающихся личностей. Тех же братьев Орловых. Не будем перечислять их всех. Это огромное созвездие. Огромное созвездие. Заканчивая последним Зубовым. Но, помимо этих физических данных, о которых ты сказал, статность, рост, великолепная лепка лица, которая привлекала женщин. И Екатерина тоже пала, так сказать, жертвой вот этих внешних. Но, он все-таки выделяется среди множества фаворитов Екатерины. И в первую очередь тем, что масштаб его мысли. Великолепное слово. Масштаб его действий. Они были вровень с нею. Она в нем, не случайно она говорила, что она в нем нашла союзника и соратника. То есть, планы, идеи, которые вынашивались. То есть, мужчину, на которого можно было опереться во всем. Это один момент. Есть второй момент. Не будем забывать, что в 1755 году в Москве, благодаря Елизавете Петровне, Между прочим, недостаточно оцененная личность в истории России. Дочь Петра Великого, которая имела тоже фаворитов Шувалова. И этот Шувалов, опираясь на поддержку Елизаветы, открывает Московский университет. И среди первых студентов этого Московского университета был Григорий Александрович Потемкин. А вот об этом мало кто знает. Который годом позже получил золотую медаль за успехи в учебе. А об этом вообще мало кто знает. Более того, человек, знавший несколько европейских языков. Я не говорю о том, что он хорошо знал греческий древний, знал латынь. Он не закончил обучение. Благодаря как раз вот этим вот бунтарским, взрывным сторонам его характера. Но он пошел служить в армию, вот, будучи в кавалергарском полку, был вахмистром. И как он оказывается возле покоев? А он оказывается следующим образом. Он человек в том количестве сторонников Екатерины Второй, который участвовал в свержении Петра Третьего. И в возвышении Екатерины. Она его заметила. Не случайно, среди всех его соратников из кавалергарского полка, он был единственный через три ранга возвышен. То есть, они получили ранги у утер-офицеров, а он получил обер-офицерский чин. Вот с того времени и начинается его поднятие. Он, если помнишь, как раз в 1763 году получает свою первую придворную должность. Это камер-юнкера. А одновременно он был возведен в заместители обер-прокурора Священного Синода. Да, интересно. Я хочу сказать, что не случайно, потому что на протяжении многих лет... Очень интересно. Обычно вот романисты, наши писатели и публицисты рисуют такой образ. Какой-то, значит, Гришка, здоровый мужик, значит, жеребец, понравился ей я величеству, и от этого, мол, пошла карьера. Он не так, батенька. Человек блистал своим умом, и не случайно конкуренция между ним и Орловыми появилась. И в этой конкурентной борьбе победил он, потому что, еще раз повторяю, взгляд на геополитику, на интересы российского государства, на вопросы, связанные с организацией новых земель. И, как ты сказал, масштабность мышления и деяний. Совершенно верно. Он значительно превосходил многих своих современников. Это действительно был государственный муж. Выдающийся человек. Мало кто знает о том, что ему было поручено представлять интересы в Сенате малых народов, в том числе и, так сказать, конфессию мусульманскую. И он очень много сделал для того, чтобы найти компромисс, не создать конфликтную ситуацию между различными конфессиями. Его в значительной степени принимали и отдавали должное не только представители ислама в России, но в том числе и иудеи. Я вам хочу сказать, что недавно в Иерусалиме вышла книга одного из израильских авторов, историков, посвященная как раз деятельности Григория Александровна Потемкина и особенности его контактов с еврейской общиной. Это немаловажный момент. Другой момент связанный с тем, что он человек глубоко религиозный. Я вам хочу сказать, что его неоднократно посещала идея уйти в монастырь. И он прекрасно общался с иерархами русской православной церкви. Один из них это Зерцис Каменский. Разве не имел отношение к Сеноду? Конечно. Зерцис Каменский, а вы знаете, что Зерцис Каменский это митрополит московский. Он из рода молдавских бояр. И здесь тоже перекликаются судьбы. Одно слово о нем. Это человек, который происходит в тесной связи с теми, кто уехал вместе с Дмитрием Кантемировым. С Бантышами. И вот племянником Зерцис Каменского был Бантыш Каменский. Известный историк. Похоже, какие-то польские крови еще в нем были. Бантыш, Каменский. Бантыш. Так вот я о чем говорю. Дело в том, что у нас в боярских наших кровях было очень много кровей от разных народов. Ведь если мы возьмем, о чем писал Дмитрий Кантемирович, интересный, говорит, у нас народ. То столько национальностей, столько этносов, столько кровей. Вот я этот момент хочу подчеркнуть. Так что, еще раз говорю, это еще одна черта, еще одна линия связи Григория Александровича Потемкина с Молдовой. Более того, он в немалой степени способствовал, когда шла идея реформирования и процесс реформирования российской армии, а это как раз 70-е, начало 80-х годов. Именно благодаря его стараниям огромное количество выходцев из Молдавского княжества, из Воложского княжества были организованы сначала в добровольческие, волонтерские так называемые команды, а потом и в регулярные войска. Одновременно с Молдавским гусарским полком был и Воложский гусарский полк. То есть, Молдавский и Воложский, соответственно, были гусарские полки. Совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, что там и потомки наших резешей участвовали. О, огромное. Виктор, мы должны понять одну очень важную вещь. Мы совершенно недооцениваем те процессы, которые происходили в Европе и в этом регионе в 18-м столетии. Вот представь себе, когда мы говорим о русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Именно в этот период огромная масса, огромная масса из Молдавского Воложского княжества, семей, речь не идет о сотнях, речь идет о тысячах, переселилась в новосформированные районы российского государства, которые образовались сначала Славяно-Сербию, Новосербию, а потом и Новороссию. До Елисаветграда там до сих пор. Так Елисаветград, по сути дела, это один из центров, где расселялись молдаване. Не случайно, если вы посмотрите структуру и этнический состав многих российских полков, я имею ввиду не только легкоконных или гусарских, но и пехотных, то есть инфантерии, вы найдете в этих списках полков огромное количество выходцев из Молдовы. Огромное количество. И вот вопрос о том, как их организовать, расселить, ввести в систему государственного устройства, в немалой степени занимался и Григорий Александрович Потемкин. Особенно тогда, когда он стал руководителем военной коллегии, президентом военной коллегии. То есть, кроме того, он был возведен в должность генерал-губернатора Новороссийской губернии, Азовской и Астраханской. То есть, те территории, которые были присоединены в течение ряда десятилетий к российскому государству. Нельзя забывать и другой очень важный момент. Это то, что огромное количество священнослужителей, будь то из Афона или из других монастырей и церквей Балканы, в первую очередь греков, прибывали и получали поддержку благодаря вмешательству именно Потемкина. То есть, получается, что вторая половина XVIII века до сих пор недооценена. И боюсь я даже исторической школой, и нашей отечественной, и румынской, я думаю, они недостаточно. И я догадываюсь, почему. Я думаю, что история, она, к сожалению, вот Данилевский правильно говорил, что история из продолжения политики, очень часто накладывает на совесть человека определенные узы. А ведь у ученого главное, вот то, что у ученого настоящего отличает друг от других, исключительная честность как методолога, как исследователя, как человека, который изучает, препарирует какую-то эпоху. Это архиважно. А у нас часто мы нас замечаем. Вот поменялась, так сказать, конъюнктура политическая. И давай кого-то грязю, кого-то наоборот. Потом чуть-чуть помер, взяли, надули какой-то мыльный пузырь. Вот Григорий Потемкин в данном случае, как ты считаешь, достаточно ли хорошо, мы о нем знаем, кроме публицистики, повествовательной прозы и так далее, вот достаточно ли ясно и четко отражена роль. История же все-таки и личностями делается, не только народами. Личности тоже творят историю наравне с народами. И вот такой вопрос. Как ты считаешь, насколько в нашем регионе, вот возьмем наш Карпат-Балканский регион, насколько память о таких великих людях, как Суворов, как Потемкин до него, насколько она раскрыта, сообразна их реальному вкладу. Любая история – это исторический процесс. Это процесс, и никуда от этого не делаешься. И историю делают люди. Вот насколько это... Вот именно ты, как историк, как больше других понимающих во всех этих нюансах. Огромное количество документов, которые я имел возможность и счастье просмотреть, прочитать в архивах, будь то Российской Федерации, Украины, Турции, дали мне возможность говорить, и дают мне возможность говорить о том, что население вот этого региона, Валашское, Молдавское княжество, никогда не воспринимали Россию и русские войска в 18-м столетии, в 19-м веке, как захватчики. Как оккупанты. Никогда. Дело в том, что православное единство, возможность получить освобождение благодаря совместной борьбе, потому что я еще раз подчеркиваю, в рядах русской армии... Ты бы упоминал, кушарские полки, регулярная инфантерия, это были жители наших нюансов. Да, в рядах российской армии было огромное количество, речь не идет о сотнях, речь идет о тысячах уроженцев Молдовы, Валахии. Это один момент. Второй момент. Нельзя забывать и другое обстоятельство. то, что в этот период идет процесс столкновения трех, как минимум трех очень важных цивилизационных блоков. Речь идет о православном Востоке, ислам Юга и католичество Запада. Поскольку Молдова, Валахия являлись православными государственными образованиями, естественно, это естественно, еще раз говорю, они тянулись к единоверцам, желая видеть их в качестве главного и основного союзника. Не случайно именно в этот период мы находим огромное количество документов, свидетельств о реализации этих планов. Посмотри, случайно ли переселение никуда-либо, не в сторону юга, не в сторону запада, а в сторону востока. Вот этих тысяч семейств, которые сделали, по сути дела, новые поселения в той же Новороссии. Виктор, что я хочу сказать? Одну секунду. Знаешь, у нас могут понять, взяли же леду чуть ли не высыл, на высылке. Нет, нехватка земли тогдашняя, была просто острая нехватка, дефицит земли. Это один момент. И вот эти территории, которые заселялись, чтобы люди поняли, о чем мы говорим, вот эта зона при Черноморье, да, вот этих степей, до Елисовья степь, да, вот это, которые, степи все боялись, там набеги татарские были, и других, так сказать, и другие события. И вот эти люди шли туда добровольно, с желанием. Там и гагаузские селы были, я находил в источниках. Там из Балкан приглашали. Да, очень много сербов, черногорцев. Это было целое цивилизационное такое движение. Один момент, который я хотел дополнить. Вот это очень важно. Люди не только добровольно шли, а с желанием шли. Не только речь идет о нехватке земли в этих землях, понимаешь, в этих государствах. Речь идет о безопасности, есть еще о гарантии. Вот здесь они получали безопасность и гарантию. Но что, смотри, еще один момент, который следует отметить, говоря о Потемкине. Ведь вынашивая идею освобождения народов, Дунайских княжеств и Балкан, он не собирался, и вообще не было идеи порабощения этих народов, или же включения их в состав российского государства. Абсолютно речь не шла о том. Речь шла о том, чтобы создать на их основе государств, которые в немалой степени являлись буферами между российским государством и Османской империей. Идея создания Дакии, это на основе Молдовы и Валахии, это была в немалой степени вынашена именно Потемкиным и поддержана Екатериной Второй. Но нельзя забывать и другой момент, что и тот, и другая видели в этом государственном образовании независимое, это очень важный момент, независимое королевство. Это очень важный момент. И насколько вот я помню, значит, если посмотреть вот даже старые книги церковного служения, значит, на одной из них я вижу, значит, русская корона, а здесь дальше идет герб Молдовы, наш, мы говорим, зубр, на самом деле это тур, и ворон с крестом, да, это Валахский герб. И вот это монеты, естественно, вот нам встречаются. То есть вот это, фактически, вот эта идея создания единого королевства рождается, как это ни странно, в Санкт-Петербурге и поддерживается Веной. И потом Россию называют такой пантами, называют... Я другое хотел сказать в этой ситуации. Вот посмотри. Интересная история. Идея буферного государства, Дакия, во главе которого должен был стоять православный монарх, а это была основная идея, так же, как и во главе воссоздающегося, или, как тогда говорили, зарождающегося государства Новой Византии, во главе которого должен был быть внук Екатерины Второй Константин. Так вот, она через определенное время принесла свои плоды, но в другом виде. То есть, буферное государство создалось, но буферным его в малой степени сделала как раз Австро-Венгрия в союзе с Францией, с Англией, как раз в противовес России, для того, чтобы не продлить границы и влияние России в этом регионе. и деревья воспользовались, а повернули в свою пользу. Да, и не случайно, так сказать, во главе королевства в последующий стал не православный человек, а представитель рода Гогенцольдернов, то есть, далеко не православный, а католический, который перешел потом в православную веру. Точно так же, как Екатерина гораздо раньше, вот тоже перешла в православие. Но это была традиция. Это была традиция. Хочешь царствовать, принимай православие. Вот да. Париж важнее место. Итак, смотри, я думаю, наши дорогие телезрители поняли, что мы имеем здесь перед собой человека с совершенно неординарным мыслением и с очень богатой исторической документальной базой в лице Виктора Цверкуны. Итак, мы что выясняем? Оказывается, что история делается живыми людьми, что нельзя нашими мерками судить тех людей, так как мы из наших хотим каких-то политической конъюнктуры и надо помнить, что не мы их творим, не мы творим историю, а история и они наши предки творили нас. Виктор, теперь давай вернемся. Вот почему здесь, почему Григорий Потенкин, светлейший князь, умирает далеко от дома, далеко именно вот здесь у нас в Молдавском селе. Как это получилось? Что случилось? Дело в том, что те победы, которые были одержаны во время второй русско-турецкой войны второй половины 18-го столетия, и в первую очередь это Рымник, это Факшаны, это взятие Измаила, они дали возможность перенести ставку командования всей Екатеринославской армии в Яссы. Вот в течение почти двух лет 1790-1791 год Яссы становится центром, стратегическим центром введения боевых действий и на суше, и на море. Между прочим, это нововведение Потемкина. До него подобного не было. Координация Время одного случая. Помнишь, когда Петр с Кантемиром в гостях был у Кантемира, они гуляли по Яссам ЛНГ-3 иерархии. Да, но дело в том, что туда не было ставки. Нет, тогда просто это как бы оказионально. Тут уже так вот, дело в том, что успехи... То есть, история могла повернуться и так. Успехи... Вот смотри, могла повернуться история так. Нет сослагателя наклонения. Мы знаем это. Но смотри, что могло случиться. Значит, Молдова целиком в составе в составе российского государства, союз советский распадается, и мы со столицей в Ясах становимся как бы отдельным полным государством. Они распилены пополам. Да. Ну, я не хотел бы говорить на эту тему. Я хочу все-таки вернуться в 18-е столетие. Вот представь себе великолепнейшие победы, которых я упомянул. Но здесь проявляется опять же государственный масштаб личности самого Потемкина. В чем он проявляется? Ведь именно под его крылом выросли такие удивительные военные гении. Гении. Как? Суворов, Кутузов, Ушаков. Кассе Дерибас, Дерибас. Не сравнить Дерибаса, допустим, с тем же самым Ушаковым. А кто Дерибасу взял? Нет, нет, он не брал. Одессу он строил. Нет, не так. Вот у меня есть совершенно то, я говорил с профессором Добролюбским, он заведующий кафедрой был Одесского университета. Он мне такое рассказывал, мы сидели в Бутученах. И я ему говорю, Андрей, объясни мне, пожалуйста, вот здесь у нас на кладбище в Бутученах какие-то ирландские кресты и мальтийские кресты. Что такое? Он объяснил. Это говорит казачество, во главу которых поставил, значит, судьба поставила вот самого Йосифа Дерибаса, он же Хосе Дерибас, тоже фаворит. Сюжет был такой. Потемкин, когда ему Екатерина прислала этого Йосифа Дерибаса на юг, мол, хватит по кроватям геройствовать, давай покажи, на что ты способен. И Григорий Ревнивый Потемкин дает ему задание, возьми Хаджибей. Значит, взять, хорошо сказать, это нужны полки, пушки и так далее. И тогда, что интересно, казачество, которое Екатерина оставила без дел и которое вот в той местности находилось. Пришли местные евреи, которые торговали водкой при любом курине, маркетанты и говорят, слушай, Хосе Дерибас, мы знаем, хоть ты католик, но ты из наших. И мы тебе скажем такое, у тебя нету войска, но у тебя есть право, а он был кавалер мальтийского ордена, назначать в мальтийце, в рыцаре. Слушай, обещай нашим казачкам, что если они возьмут Одессу, то тех, кто отличится, наградишь мальтийским орденом. Что и было сделано. Это было взято ночью, и когда Григорий Потенк узнал, что пока его полки туда плелись, казачки во главе с этим Дерибасом взяли, реляция пошла в Санкт-Петербург, и все. Поэтому Суворов упоминает, что Дерибас, я к чему говорю, наши молдавские села вдоль Днестра, вот в любое почти зайди, в старое село, ты увидишь мальтийские кресты. Это там похоронены значит те самые предки людей, которым дали землю, многим из них после выслуги лет, и вот увидишь везде эти мальтийские кресты, которыми наградили... одно уточнение. Но опять же, благословение Григория Подемкина. Но одно уточнение. Дело в том, что мальтийский орден начинает... И Павел был... Так вот с него и начинается. С него и начинается. Но это было до Павла. До Павла не было мальтийского ордена здесь. Нет, отвечаю. Это сто процентов. Отвечаю тебе. Хосе Дерибас, он же Иосиф Дерибас, был кавалером мальтийского ордена. Кто ему дал? Павел. Никакой не Павел. Мы уточним эти вещи. Но это не это главное. Вернемся давай к Потемкину. Важно это. Посмотри, какая личность Потемкина. Давай, ты называешь. А я еще добавляю. Хосе Дерибас, Иосиф Дерибас. Это тоже относится к нашей истории. Тот же самый Дюк Деришелье. Это тоже это. Да. Но мы забываем другого человека. Я его назвал. Это возведенный в ранг святых Федор Федорович Ушаков. Ну так это вообще гений. Это тоже по сути дела человек, который возвысился под покровительством самого Потемкина. Но вернемся к твоему вопросу. Почему он умирает здесь, в Молдове? Дело в том, что успехи, которые были достигнуты русским оружием в 87-м, 88-м, 89-м, 90-м годах в значительной степени обеспокоили многие европейские дворы. И начинается уже дипломатическая борьба. Военные действия в 91-м году были приостановлены. И переговоры, которые велись относительно заключения мирного соглашения, они то затихали, то усиливались. Потемкин был готов продолжить военные действия для того, чтобы достигнуть своей поставленной цели. То есть изгнать полностью за пределы Балканского региона Османскую империю и создать это государство, о котором мы уже упоминали. Но в сентябре он заболел лихорадкой, вернулся в Ясы, оттуда ему необходимо было ехать в Херсон, Новороссию. И по дороге новый кризис. Занемок? Нет, занимок он раньше, а это был уже последний кризис. у Рядений Век, как я уже говорил, он останавливает свою походную коляску, просит, чтобы его вынесли на свежий воздух, и на руках у своих племянниц он скончался. И это было 5 октября 1791 года. Несколько позже уже информация о его смерти дошла до Санкт-Петербурга, и я хочу сказать, что эффект этой информации был самым ужасающим для Екатерины, которая потеряла сознание, и делали кровопускание, для того, чтобы она пришла в своим корреспондентам, допустим, своему приятелю из Германии Гриму, о том, что она потеряла самого верного своего ученика и слугу, который с полуслова понимал, что она хочет, и сразу это воплощал в жизнь. Так что вот этим заканчивается земная жизнь Григория Александровича Потемкана-Таврического, который в значительной степени способствовал и расширению территории российского государства, и созданию новых городов речь идет не только о Екатеринславе, который в последствии стал Днепропетровскому, сейчас Днепр его называют, затем город Николаев, Херсон, Севастополь, вот смотрите, какое обилие городов построено. Может какой-либо сановник похвалиться подобными достижениями о создании Черноморского флота, который стал по сути дела крепостью на пути очень многих недругов, будь то в 18-м столетии, в 19-м, даже в 20-м столетии. В немалой степени он способствовал тому, что с течением времени, если вспомнить ныне возведенного святых, это говорил Банулеско-Бадони, он же в 92-м году стал кем? митрополитом Молдов-Лахийским, как раз идею создания единого государства. Молдов-Лахийской, да. Так что я считаю, что личность этого человека, то, что он внес в развитие и становление связи между Россией и Молдовой, его вклад в подготовку, по сути дела, молдавской элиты, потому что ставка, которая была в Ясах, она в немалости и повлияла на жизнь местных людей, местной знати в том числе. Это, к великому сожалению, еще далеко не изученный пласт истории. И смотри, что получается. Получается, что, к сожалению, вот эти политические баталии, вся эта конъюнктура, она очень искажает историческую перспективу, ретроспективу и перспективу, потому что какое прошлое, где-то от этого зависит, какое будет будущее. Когда мы научимся смотреть на историю, не через призму политических баталий, а через призму исторической совести человека, совесть великая вещь, она поднимает людей на доброе, на хорошее. Скажи, пожалуйста, у нас что-нибудь, вот, например, ты собираешься что-либо, у тебя много книг, мы показывали, вот, последнюю твою книжку. Не, последнюю не показывал, последнюю вышла недавно. Не, не, я не имею в виду к тому моменту, когда была наша передача. Вышла и после этого. Еще ты еще. поздравляю. Вот. И я хочу спросить тебя, вот, ты собираешься написать что-либо такое интересное для широкого круга читателей о тех персоналиях исторических, творчеством которых ты непосредственно, я знаю, ты в архивах Стамбула работал, и ты работал в архивах Санкт-Петербурга, Москвы, да где ты только не работал. Вот о тех людях, о которых ты писал, скажем, строго такого исторического исследования, методологического и так далее, плана, вот что-то написать, книга для чтения. Вот когда-то карта Пентру 4, это очень важно, чтобы наши соотечественники разных национальностей, разных традиций, чтобы они знали об этих людях, ведь ты сегодня мне столько интересного о том же Потемкин рассказал, разрушил настолько вот это иллюзорный образ, который был, шаблон какой-то, он такой он вдруг засиял яркими красками, живой человек, но оказывается, я не знаю, фильмы надо ставить у нас, в общем, собираешься ли ты что-либо такое написать, вот как книгу для чтения по материалам твоих исследований? Ну, откровенно говоря, оно пишется, пишется, даст Бог силы и здоровья, и вот в следующем году выйдет книга, посвященная как раз очень интересной теме, где как бриллиант сияют грани участия молдаван в военной организации, допустим, российского государства. Речь идет о гусарах в русском войске 17-18 веков, где основоположниками являлись как раз выходцы из Молдовы. Не было времени упомянуть о том, что одним из героев вот этих войн русско-турецких второй половины 18-го столетия, которые проходили под непосредственным руководством и Григория Потемкина, был в будущем генерал-майор альвеопольского гусарского полка Данила Василий Шуханов, уроженец Молдовы. Единственный молдаванин, портрет которого находится в галерее героев отечественной войны 1812 года Зимнего дворца. Единственный молдаванин, награжденный орденами Святого Георгия в третьей и четвертой степени. То есть, о нем можно писать очень много. Вообще, элемент молдавско-русских связей, контактов, он очень слабый. Он очень слабый Работать и работай. Совершенно верно. Виктор, продолжай работать с одной. А мы будем стараться наших дорогих телезрителей радовать новыми сведениями. Радовать твоими открытиями и достижениями. А это наша общая история, это наша общая забота. Чтобы наши дети знали, откуда они родом, кто они. Дорогие соотечественники, к сожалению, наша передача подходит к концу. Но я все-таки попрошу Виктора сказать ровно два слова. Вот попробую ложиться вам о том, чего он хочет вам пожелать. Я хочу сказать, что история Молдовы и России, она показывает элементы созидательности, а не разрушения. И вот изучать эту созидательную жизнь, созидательную деятельность. Нам необходимо и пропагандировать это. Ну что, еще раз спасибо. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот на этих оптимистических тонах мы и закончим нашу очередную авторскую передачу «Позиция». Желаем вам всех успехов и всегда помните одну святую истину. наши предки не могли быть нашими оккупантами. Обнимаю вас всех, желаю вам творческих успехов и удачи на дальнейшее. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров Корректор А.